Уважаемые друзья, дорогие наши студенты и ветераны! Совсем немного времени осталось до момента, когда бой курантов оповестит о наступлении нового 2019 года. И мы будем вспоминать 2018 год уже как исторический период нашей жизни. Говоря о 2018 году, должен сказать, что он был неплохим для нашего университета, ибо многие поставленные перед собой задачи мы с вами удалось реализовать. Мы неплохо проработали в области инфраструктурных проектов. Как вы помните, в самом начале года мы, наконец, с вами были свидетелями открытия образовательных кампусов для Института фундаментальной медицины и биологии на площадке бывшего военного госпиталя. И сегодня созданы очень хорошие и комфортные условия для наших студентов и преподавателей. В завершении же года мы также с участием президента нашей республики, председателем попечительского совета нашего университета Рустаму Наргаревичу Мениханову, открыли поликлинику, которая обслуживает более 40 тысяч населения, как нашего города Казани, так и нашей республики в целом. Это на сегодняшний день одна из лучших поликлиник по оснащению. Я думаю, работающие поликлиники также будут относиться как к оборудованию, так и, самое главное, к нашим пациентам. И работы в области медицинского кластера, я думаю, и дальше будут продолжаться, ибо это направление очень востребовано сегодня. И об этом же говорил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Мы также проводили инфраструктурные, модернизационные работы практически в каждом институте. Но это не просто строительная, ремонтная работа. Это создание новых комфортных условий для учебы и научной деятельности наших сотрудников и студентов. Я думаю, это будет способствовать продвижению нашего университета в глобальном международном конкурентном пространстве. Показателем всего этого и востребованности наших образовательных программ являются и результаты приемной комиссии. Как вы знаете, в этом году только иностранных студентов стало более 7 тысяч из 94 стран мира. Это один из лучших показателей в нашей стране. Мы с вами провели не только хорошо приемную кампанию, но и неплохо завершаем год и в финансовом плане. Мы неплохо заработали с вами, значит, можем достаточно комфортно чувствовать себя и на следующий, 2019 год, поскольку мы создали определенный задел. Как вы знаете, в этом же году мы и подняли и базовую заработную плату. Пусть немного, но этот процент, он все-таки выше инфляционного на сегодняшний день. Я думаю, что в первом квартале, если мы свой тренд сохраним в развитии, то будут пересмотрены еще раз базовые заработные платы. Интегральные показатели, которые оценивают нашу работу, это прежде всего международные рейтинговые агентства. Мы продвинулись во многих предметных областях. И я особо хочу поздравить наших коллег, которые занимаются подготовкой учительских кадров, поскольку в этой области мы стали лучшими в нашей стране. И мы ответили на те вызовы, которые есть сегодня в обществе. И самое главное, о чем я хотел еще сказать, что 2018 год, как вы помните, был проведен в республике Татарстан как год Льва Николаевича Толстого, одного из самых знаменитых наших земляков, бывшем студенте Казанского императорского университета. Мы провели большое количество разного уровня мероприятий, как на площадке нашего университета, партнерских университетов, как внутри страны, так и за пределами Российской Федерации. И 1 декабря в торжественном историческом актовом зале нашего университета мы подвели итоги, открыли бюст Льву Николаевичу Толстому в университетском садике. Совсем недавно мы с КАМАЗом открыли исследовательский центр на площадке нашего инженерного института. И я думаю, что эта структура будет центром привлечения не только исследователей, но и студентов, которые хотят посвятить свою жизнь новому направлению, в частности, направлению беспилотных транспортных средств. Можно много говорить о результатах. Их у нас, слава богу, достаточно с вами было в 2018 году. Но самое главное, мы должны знать, что у нас есть хорошая база для работы в 2019 году. Поэтому я всем вам хочу пожелать с хорошим настроением прийти на работу 9 января 2019 года. Хочу вам пожелать удачи, хорошего настроения, долгих лет жизни. Спасибо вам за труд, за то, что вы самоотверженно работали на развитие нашего любимого федерального Казанского университета. Спасибо вам за субтитры Алексею Дубровскому!